11 февраля в Салехарде на совещании военных комиссаров городов и районов Ямал-Ниницкого автономного округа Муравленковский отдел был признан лучшим по итогам работы за 2013 год. По возвращению из командировки военком Леон Головач встретился со съемочной группой новостей нашего города. Подробности в рубрике «Актуальное интервью». Леон Иванович, здравствуйте. Разрешите вас еще раз поздравить с тем, что Муравленковский отдел военного комиссариата признан лучшим по итогам работы за 2013 год. Ну и начнем нашу беседу с того, что было включено в это понятие итоги работы. По каким показателям Муравленковский военкомат обогнал все другие муниципальные образования? Есть положение о военных комиссариатах Российской Федерации, которые утвердил президент. И там деятельность военного комиссариата состоит из 43 пунктов. Основные направления – это, естественно, мобилизация и состояние готовности к проведению мобилизации. Это военно-учетная работа, призыв, соответственно, воинский учет. Это набор на военную службу и по призыву, и по контракту, соответственно. И, соответственно, общая служебная подготовка. Скажем так, вот вкратце, по всем этим показателям мы признаны лучшими во всех номинациях, скажем так, первые места. Призыв тоже прошел успешно, вполне, значит, наши ребята были призваны согласно наряду. Наряд был вначале 113 человек, потом в связи с тем, что некоторые отделы не справлялись с поручными, поставленными задачами, значит, нам увеличили до 123. Ну, в конечном результате, значит, было признано 146 человек нормальных, здоровых, патриотически готовых, да, которые желали служить, вот, и вполне достойно, значит, проходит сейчас военную службу в рядах вооруженных сил. И вот касаясь мест, где сейчас наши ребята служат, куда большая часть-то все-таки попала? Значит, если раньше ребята проходили службу в основном, там, в начале моей вот службы здесь порядка 80% проходило службу, тогда еще в нашем округе, он сейчас называется Центральный военный округ, так? Вот. Потом эта вот позиция изменилась, на данный момент порядка 40% проходят службу на территории Центрального военного округа, он расширился, он самый большой, раньше было 6 военных округов, сейчас 4 стало. Так вот, порядка 40% проходят службу на территории Центрального военного округа. 60%, значит, распределены по всем остальным, значит, местам службы. Буквально в конце года, да, скажем, было подписано соглашение с одной из воинских частей Курганской области. Вот, скажите, стоит ли надеяться, что в будущий призыв большая часть наших ребят поедет в подшипную эту воинскую часть? На данный момент, значит, в этой воинской части, в городе Чучье, Курганской области, проходит службу 38 наших ребят с Ямала, вот, 11 человек с нашего города. Наша делегация, значит, во главе с Хизвинобичем Алхламатовым, завистителем главы города, побывала там, значит, там как раз было торжественное принятие присяги, вот, там было много наших родителей, вот, со всего Ямала и, соответственно, с Мровленка. Подписали торжественно это соглашение, родители очень довольны, воинская часть хорошая, благоустроенная, офицерский корпус на своем месте, строгая дисциплина, соответственно, бытовые условия прекрасные. Ну и последний вопрос, Леонид Иванович, нам стало известно, да, вы сообщили такую новость, что вы вот буквально последние дни дорабатываете в качестве руководителя Муравленковского отдела военного комиссариата. Скажите, пожалуйста, куда уходите и известна ли кандидатура, на которую займет ваше место? Не секрет, перехожу я в администрацию, вот, предложена должность, значит, начальника спецотдела нашей администрации, ну вот, с понедельника, значит, должен принять дела и должность уже в администрации, поэтому дорабатываю вот последние дни, как вы сказали, и надеюсь, что так же все будет у меня слажено с тем коллективом, с которым буду работать. Приемник есть, он проходит согласование, потому что эта процедура длительная, вот, нужно пройти все инстанции и органы ФСБ и контрразведку, в конечном итоге утверждает командующий Центрального военного округа эту кандидатуру, поэтому процедура длительная, вот, буду надеяться, что приемник пройдет всю эту процедуру, ну и в скором времени возглавит коллектив. Спасибо вам за беседу, Леон Иванович, и еще раз от души поздравляю вас и удачи на новом месте работы. В образовательных учреждениях Муравленко продолжаются мероприятия в рамках месячника оборона массовой спортивной работы и патриотического воспитания. Сегодня в многопрофильном лицее организовали встречу с ветеранами боевых действий в Афганистане, приурочив ее к 25-летию вывода советских войск из этой страны. Рассказ о войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великое Отечественное, и непридуманные истории участников событий. Такого рода встречи не могут оставить равнодушными. 15 февраля выводу советских войск из Афганистана исполнится четверть века, и тем, кто собрался в этом зале, воины-афганцы уже не старшие братья, а отцы. Нашей задачей была, наверное, потребность рассказать молодежи, парням прежде всего, о том, что такое долг перед Родиной, что такое интернациональный долг был тогда. Ну и, собственно, наверное, еще второй задачей была необходимость рассказать ребятам о том, что есть ветераны той войны, которые живут, продолжают жить, и о которых, наверное, практически мы ничего не знаем. На мероприятие были приглашены шесть ветеранов, однако пришел только один. Сергею Северину было 18 лет, когда он пошел воевать. Семья его даже не знала, что их сын на войне. Говорит, не хотел расстраивать. Это самый большой урок в моей жизни. Все, что самое такое впечатлительное, то, что повлияло вообще на мою дальнейшую жизнь. Несмотря на все трудности, которые пришлось испытать, он выполнил свой воинский долг, как и подобает солдату. Война не нужна, но в армию идти пригодится в жизни. Очень многое можно познать для себя, познать себя. Учащиеся лицея с большим интересом слушали ветерана, задавали вопросы. В их глазах заметен был неподдельный интерес. Это и понятно. Слышать все из уст самого участника боевых действий – такая информация наиболее ценная. Думаю, что человек должен быть патриотом своей страны, то есть любить, уважать, ценить историю, ну и помнить ее. Евгений Деменюк, Лилия Нуркаева, Вадим Братчик. Новости нашего города. Завтра выходит в свет очередной номер газеты «Слово нефтяника». Что интересного подготовили корреспонденты еженедельника своим читателям в нашем кратком обзоре. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Качественная продукция и охрана окружающей среды – одно из главных правил работы предприятия «Госпромнефть Муравленко». А цех химического анализа – это не только своеобразная линия контроля, но и очень интересная работа для его сотрудников. Об этой очень специфичной профессии читайте на пятой полосе издания. Почерк каждого человека утверждают графологи настоящее зеркало души. Достаточно несколько строк, и знающие люди расскажут о вас очень много. Хотите узнать, что представляете из себя именно вы? Тогда открывайте седьмую полосу издания. Семь человек праздновали день рождения, потом в доме якобы пропали деньги. И шестеро убивали одного очень долго и жестоко, хотя на это и не было причин. Почему внешне нормальные индивидуумы порой превращаются в стаи животных? Читайте в материале Артура Кабаневского «Убить крысу» на девятой полосе газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Видим все. Говорим главное. Это была завершающая информация выпуска. Далее вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 14 февраля в Салихарде минус 33, ветер западный до 2 метров в секунду. В ноябрьске 27 градусов мороза, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В «Муравленко» 14 февраля минус 30, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова